Приветствую вас, ввиду конфиденциальности информации, да, ввиду ее, так сказать, некой приватности, вот, я не буду засчитывать текст вопроса, вот, и постараюсь сразу ответить. Действительно, многие люди преследуют разные и, порой, совсем непонятные цели, может быть, в своих действиях. Я думаю, что есть те, кто действительно хочет помогать, хочет помогать искренне и искренне верить в то, что его действия делают лучше. Мир и помогают другим людям. И тогда, я думаю, что глупо отрезать, что есть люди, которые действительно искренне хотят что-то сделать, что-то, что считают важным, считают правильным. Вот, считают ценным. А в первую очередь, для себя. Я также думаю и то, что есть люди, которые на этом, что называется, паразитируют. Я думаю, что отрицать подобное, равно как и отрицать первое, вот, было бы, ну, неправильно. Потому что разные люди, вот, разные цели, разные ценности, вот, и, соответственно, одинаковое поведение, да, вот, может быть, конечно, обусловлено разными стремлениями. Вот, поэтому, я думаю, что немаловажную роль, к моему большому сожалению, действительно играет некий хайп, действительно играет некий, некая, такое, ну, что называется, мода. Вот, потому что, на мой взгляд, в любом обществе, вот, есть, ну, вот, некое такое влияние моды, вот, на людей. И, соответственно, конечно же, люди этой самой моде подвержены. И люди, в общем-то, очень часто, на мой взгляд, оказываются совершенно беззащиты перед, вот, каким-то таким глобальным, может быть, явлением. Вот, и ничего не могут с этим поделать, ничего не могут с этим сделать, и, в общем-то, оказываются во власти вот этих вот самых, ну, тенденций, вот, вот, которые... оказываются актуальными для, ну, какой-то, какой-то группы людей, людей, да? Вот, это первое, наверное, о чем хотелось бы так глобально сказать. Второе, это, конечно же, особенности жизни человека, да, то есть, ну, те люди, которые действительно хотят помочь. Мы этих людей в расчет, наверное, не берем, потому что, ну, эти люди искренне, да, они видят какую-то проблему и действительно хотят оказать помощь. Вот, они действительно хотят, может быть, внести свою лепту, да, вот, внести свой вклад, значит, ну, в какие-то течения, да, какие-то события и, соответственно, может быть, действительно сопереживают тем людям, которые по разным причинам оказались в несколько худшем для себя положении, нежели чем... Ну, до этого они были. Если говорить о людях, которые пытаются помогать по каким-то другим мотивам, вот, то, на мой взгляд, здесь есть особенности. Есть особенности жизни этих людей, вот, есть особенности, ну, какие-то особенности быта этих людей, вот, и, соответственно, вот, как я думаю, если мы могли бы изучить, да, вот, если бы могли, если бы мы могли посмотреть на людей, на то, как они живут, что для них важно, вот, если бы мы могли посмотреть некие обстоятельства жизни этих людей, их ценности, вот, если бы мы могли посмотреть, например, на интересы этих людей, на круг общения этих людей и так далее, то, на мой взгляд, мы бы увидели множество сходства. И, соответственно, говоря о сублимации, нет, я, пожалуй, вот именно насчет сублимации, именно насчет сублимации, я, пожалуй, не соглашусь. Ну, как бы это, понятное дело, мое личное мнение, я не считаю, что здесь именно на первом плане сублимации. Вот. На мой взгляд, здесь желания, ну, несколько другие, да. Вот. Другой вопрос, другой вопрос, как это занимает вас? Другой вопрос, почему вы интересуетесь этим? Вот. То есть, ну, в принципе, вот зачем, да? Зачем вы этим интересуетесь? И, соответственно, ну, как так вот, вышло, да, что вам это интересно. Вот. То есть, ну, если вы, допустим, ну, по некоторым причинам, да, каким-то своим, не разделяете, ну, точку зрения этих людей, вот, то как выходит, что вам эти люди интересны? Как выходит, что вас это задевает? Как выходит, что эти люди оказывают на вас какое-то влияние? И, судя, ну, судя по тому, что я могу видеть, влияние довольно, довольно существенное. Вот. Поскольку вы, в общем-то, ну, вот, даже вопрос свой решили задать. Вот. То есть, это, конечно, ну, для меня лично, это, вот, самый главный вопрос. Вот. Дальше. Значит, вы спрашиваете по поводу того, значит, мне приходится общаться, как это сделать без вреда для своей, ну, для себя. Понимаю ваш вопрос. И, наверное, первое, что мне хотелось бы спросить, а в чем, в чем, собственно, вред-то вам? Вот. То есть, ну, делают люди то, что делают, делают люди то, что хотят и, в принципе, имеют на это, как мне кажется, полное право. Вот. Так, как и чем это, вот, напрягает вас? вот, что мне хотелось бы спросить. Как и чем это задевает вас? Как и чем это вредит вам? И, нет, не в том смысле, что вы не правы. На самом деле, на мой взгляд, правых и виноватых нет. Вот. Просто все по-разному воспринимают и относятся к, ну, вот, к одним и тем же событиям, да? Просто, чтобы вам это не вредило, сначала нужно понять природу этого вреда. Вот. И уже дальше с этим что-то делать, потому что в данном случае, как мне кажется, вред обусловлен тем, что связан с определенными вашими потребностями, да, с определенными вашими желаниями, может быть, может быть, даже с определенными вашими ценностями, которые каким-то образом оказываются нереализованными в этой ситуации, в ситуации взаимодействия с этими людьми. Поэтому, естественно, вам к данным аспектам необходимо отнестись более внимательно. Вам к данным аспектам необходимо отнестись, как мне кажется, более, ну, более, знаете как, более зрело, вот, на мой взгляд, на мой взгляд, нужно, это, нужно это сделать, вот, и, собственно, тогда вы получите шанс на то, чтобы вас это, вот, в той мере, да, в какой вы описываете, чтобы вас это не задевало. Сейчас вы, конечно, находитесь в таком более уязвимом положении, именно потому, что, на мой взгляд, нет понимания того, как вы сами в это вовлекаетесь, вот. Хотя, на мой взгляд, то, что вы в этом вовлекаетесь, да, несомненно, то, что вы пытаетесь, как бы, обесценить этих людей, и то, что они, ну, то, что они делают, то же самое говорит о том, что вы в это как-то вовлечены, вот. И, на мой взгляд, да, можно относиться как угодно к тому, что делают люди, но с точки зрения того, кто что делает, если так вот позволять себе раниться, да, да, то, в принципе, очень быстро у вас может наступить вообще истощение, да, вот, психоэмоциональное, и, в общем-то, это уже будет, ну, скажем так, довольно серьезно. Вот. Пока что, пока что, честно говоря, я вот не могу понять того, как эти люди могут навредить вам. Ну, то есть, допустим, они чем-то увлечены, да, допустим. допустим, они там нашли для себя, ну, скажем так, какую-то точку соприкосновения. у вас могут быть другие взгляды, да, у вас могут быть другие ценности, у вас могут быть другие приоритеты, и, как бы, то, что происходит, то, что вы с этим сталкиваетесь, сталкиваетесь. На мой взгляд, в какой-то степени выступает проверкой, что ли, ваших, ну, ваших ценностей, да, проверкой выступает того, что вам важно, и так далее. Вот. Ага, быть может, вы хотите, хотели бы как-то, ну, как-то сами делать что-то похожее, но, например, у вас либо нет возможности, или вы себе запрещаете, или что-то еще. А может быть, вы в этих людях для себя видите какую-то угрозу. Вот. Если так, то это, в общем-то, тоже, на мой взгляд, конечно, должно быть предметом для обсуждения, да, предметом для работы вот с психологом, и ни в коем случае на это, на мой взгляд, забивать нельзя, да, и ни в коем случае, на мой взгляд, нельзя от этого отнекиваться, потому что, ну, совершенно очевидно, по крайней мере, на мой взгляд, совершенно очевидно, да, что вас, ну, что на вас это влияет. Вот. Поэтому, чем быстрее вы признаете вот то, как именно вы ранитесь в этой ситуации, чем быстрее вы увидите для себя, как именно вы вовлекаетесь психоэмоционально в то, что, ну, то, с чем вы столкнулись, вот, какое для вас это имеет значение и так далее, вот, а тем лучше будет для вас. И, на мой взгляд, совершенно бесполезным является ваша попытка понять этих людей, да, и понять вообще, кого бы то ни было, потому что люди могут сами, даже, даже сами могут не понимать того, что они делают, того, для чего они делают, ну, то или иное, вот. и, соответственно, если люди сами не понимают, то и вам понять это будет практически невозможно, вот, а вы, соответственно, тратите энергию на это, да, вот, братьте свои силы на это, вот, тратите свои ресурсы на это, и, в общем-то, ну, страдайте, одним словом, вот. Поэтому я думаю, что, вот, какой-то такой задачей, для, ну, задачей для психолога, да, вот в этом, ну, в этом смысле, задачей для психолога, было бы, вот, переключение вашего внимания, значит, с, вот, этих людей, да, на, ну, больше на себя. Вот. Я бы так это сказал бы, вот, я бы, я бы так это озвучил, вот, ну, в, ну, в первую очередь, вот, и, соответственно, уже, в этом направлении бы, думал, думал. Вот, пожалуй, 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 как-то так, я думаю, и, как-то так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Вот, надеюсь, что это было интересно для вас, надеюсь, что это было полезно для вас. А, что, хочется пожелать вам терпения, в первую очередь, во вторую очередь, хочется пожелать вам ясности в, уже, наверное, своих собственных каких-то мотивах для, ну, поведения, да, вот, хочется пожелать вам какой-то такой уверенности, да, вот, даже неуверенности, а, может быть, может быть, правильнее было бы сказать неуверенности, а удовольствие от того, что вы делаете, да, то есть, вот, ну, какой-то вот, ну, ясности хочется пожелать вам, хочется пожелать вам, в первую очередь, ясности. я думаю, я думаю, я думаю, что, именно, ясность в этом контексте даст вам, вот, все необходимое. Всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь за помощь, если будет такое желание, вот, за психотерапию, если будет такое желание, вам это пригодится.